Музыка Ну я вот сегодня вам постараюсь рассказать о том, как развивается туризм в Татарстане в течение последних 15 лет. Курирует развитие туризма в Татарстане государственная структура, Государственный комитет по развитию туризма Республики Татарстан, с которым мы также имеем партнерские отношения и тесно работаем. Достаточно сказать, что к развитию туризма в Татарстане стали готовиться с момента празднования тысячелетия города, создавали и изменяли инфраструктуру, строили дороги и так далее. Следующим знаковым этапом было празднование универсиады, но все мы знаем, как изменился наш город, и в период проведения универсиады наш город посетило порядка одного миллиона туристов. Казалось, что эта цифра наша звездная недосягаемая высота, и никогда мы этот успех 2013 года не повторим. Но, как показало время, оказывается, Татарстан, и в частности 80% туристического потока приезжает именно в Казань, становятся привлекательными, имеют свой уникальный имидж, свою неповторимую особенность. И это способствует тому, что динамика туристического потока имеет и носит исключительно положительный характер. Вы видите, единственный провальный у нас вот такой маленький столбик, но это все связано с известными событиями, ограничениями на перемещение и так далее. Но и при этом доля внутреннего туризма составляла более 1 миллиона человек. И в дальнейшем перспективы по увеличению туристического потока оцениваются на уровне 5 миллионов человек. Конечно, сравнивая с какими-то крупными мировыми туристическими центрами типа, может быть, скажем, Барселоны или Берлина и так далее, у нас очень скромные показатели. Но поверьте, на фоне российского пространства это очень серьезный и заметный показатель. И мы становимся очень близки к этому значению, к Москве приближаемся, к Санкт-Петербургу, около 7 миллионов человек посещает Санкт-Петербург и так далее. С кем же приходится и на кого ориентируется Республика Татарстан в приеме своих гостей? Безусловно, нашими гостями в первую очередь являются наши соседи. Это региональный туризм. Во-первых, разные способы, есть, скажем, достичь республику, то есть это и автомобильный, и железнодорожный, автобусный и так далее. Что действительно упрощает посещение нашего города и делает пребывание в Казани в пределах туровых одного дня, как правило. То есть если сравнивать среднюю продолжительность пребывания туриста, отдыхающего в Казани 10 лет тому назад, в среднем здесь останавливались, или средняя продолжительность пребывания составляла где-то около 3 дней. Сейчас средняя продолжительность пребывания туристов в городе составляет порядка 4,5. Соответственно, возникает вопрос, что есть такого, или что появилось в городе и в республике такого, что заставляет здесь задерживаться уже не на две ночи, а на три. Безусловно, это развитие инфраструктуры, это появление новых активити, появление новых исторических, даже не сказать, что они не могут появляться, но это реконструкция и приведение в привлекательное состояние исторических объектов, которые становятся предметом показа. И вот мы видим, что основным направлением для Татарстана является, опять же, наши с вами соседи, это республика Башкортостан, Удмуртия, город Москва мы видим, то есть Московская область, Самарская область и так далее. Достаточно сказать, что именно Татарстан был первым регионом в Российской Федерации, который запустил чартерную программу. То есть мы с вами ездим отдыхать за рубеж, по пакету все включено. То есть мы приехали, или пришли в агентство, нам формируют туристический пакет, и у нас даже уже дальше с вами голова не болит, чем мы будем с вами заниматься в течение трех дней. Примерно то же самое было предложено в сотрудничестве между республикой Татарстан и городом Москвы. Запуск чартерной программы и продажа туристических пакетов именно от республики Татарстан. То есть человек приходил в агентство, он покупал билеты, в составе этого туристического пакета у него была известная гостиница и уже известная заранее обговоренная экскурсионная программа. То есть это, конечно же, пакетный тур. У него есть, безусловно, масса преимуществ, потому что вы знаете, по какой программе вы летите, и чем вы будете заниматься в течение ближайших трех дней. Безусловно, как во всех любых регионах, большая часть туристического потока связана с периодом отпусков, это летние каникулы, и здесь для Татарстана каких-то других особенностей не наблюдается. Если говорить и посмотреть, кто к нам приезжает и каким образом их нужно заинтересовать, потому что если к нам приезжают люди старшей возрастной группы, то есть там, как мы говорим, туристы третьего возраста, то есть это 65+, то, безусловно, им будет интересно соответствующий туристический продукт или туристическая, скажем, такая экскурсионная программа. Если к нам приезжают молодые люди, то для них будут, конечно же, в большей степени интересны различные активити, прогулки, дальше, скажем, туристические маршруты, тропы, локации и так далее. И вот мы видим, что большую часть туристического потока в республику, то есть в процентном отношении, приходится именно на людей в возрасте от 25 до 34 лет. Чаще всего это действительно молодые пары, либо молодые пары с детьми. То есть для тех, которым интересна активная туристическая программа, то есть и, соответственно, появление новых туристических маршрутов. Кстати сказать, что вот последний туристический маршрут, экскурсионный, то есть вот недавно был проложен по периметру, если вы знаете, конечно, вы знаете озеро Кабан. Общая продолжительность маршрута составляла 1 час 10 минут, и он назывался как наблюдение за птицами или, если говорить на иностранный манер, birdwatching. Когда вы, то есть маршрут составлен таким образом, там есть 6 пунктов локации, и в каждом пункте локации вы подходите, и вам говорят, что вот здесь вы можете сфотографировать очень редкий вид цапли, который обитает на озере Кабан. Далее идете метров 100, 250 и так далее, то есть следующий пункт остановки и так далее. Все мы с вами сейчас живем в телефонах, в социальных сетях и так далее. И первое, что нас интересует, это место, где мы можем зачекиниться, то есть где мы можем сделать какое-то селфи, то есть где мы можем выложить какой-то уникальный, эксклюзивный или, скажем, необычный заинтересованный контент. И вот как раз одним из таких вот моментов являются различные видеоэкскурсии, которые составляются по нашему городу. То есть если раньше самой посещаемой, но она и сейчас является, обзорная экскурсия, то на сегодняшний день количество экскурсий я даже вам не могу назвать. Литературная, музыкальная, гастрономическая, birdwatching, я не знаю, этническая, татарская, православная и так далее и тому подобное. Поэтому, конечно же, для каждой возрастной группы так или иначе создается все более и более новый туристический продукт. Открываются спортивные сооружения, площадки, велосипедные дорожки. Кстати, это очень серьезная такая болезненная тема, мы ее касаться с вами не будем. Развитие или ситуация с пандемией привела к необходимости или подтолкнула туристическую отрасль к созданию модульных средств размещения индивидуального туризма. На встрече с одним из предпринимателей, у которых имелась вот такая вот глэмпинговая зона, но она называлась тогда еще не глэмпингом, а просто база отдыха из шести домиков, он сказал, что в период пандемии у него была стопроцентная загрузка. Он вообще не ушел в минус. И это привело к мысли о том, что люди, конечно, хотят индивидуального туризма. Они хотят отдыхать в тишине, наслаждаться природой, кушать и пробовать исключительные, но даже не исключительные, а естественные или чистые экологические продукты и так далее, просыпаться под звук птиц и тому подобное. И как раз вот была инициирована, создана такая программа о строительстве глэмпингов, но не только вблизи Казанской зоны, но и по всему Татарстану. Было выявлено порядка 30 участков, земельных участков, которые были выставлены на аукцион, и им предприниматели, в зависимости от того, что их интересовало, хотите в Ознакаевский район, ну вот может быть, да, то есть там вот есть такой участок, где вы можете построить такой свой модульную, свою модульную гостиницу. Если вы хотите Камско-Устинский район, пожалуйста, есть у нас с вами и такой вот участок. Поэтому все это привело к тому, что, конечно же, это тоже появление нового перспективного направления туризма, связанного с экологическим туризмом, сельским туризмом, далее, скажем, может быть, даже, скажем, с какими-то такими вот индивидуальным туризмом там и так далее. То есть сейчас вот главная концепция, на которой делается направление или упор, потому что вот если я вас спрошу, какие виды туризма развиты в республике Татарстан? То есть давайте тогда вот, чтобы у нас было игра не в одни ворота, то есть какая-то обратная связь. Вот какие виды туризма развиты в Татарстане или с какой целью можно приехать в Татарстан? Самое большое количество туристов, которые к нам приезжают, в первую очередь зачем? Ну, то есть да, это посмотреть, это история, архитектура, то есть познакомиться с какой-то необычным регионом, где мирно сочетаются две конфессии, две религии, две культуры, то есть два стиля архитектуры, два языка там и так далее. То есть это можно сказать такой вот экскурсионный, культурно-познавательный, городской там или еще какой-то. Еще можно? Безусловно, да, то есть у нас есть религиозные святыни, то есть у нас есть список и казанской иконы Божьей Матери, у нас есть центры, то есть паломничества и христианства, которые гармонично сохраняют баланс между христианством и мусульманством, религиозной, безусловно, развлекательной, то есть посещение каких-то торговых центров там и так далее. Причем нужно заметить, что казанская ривьера была самой, ну и, наверное, остается, сейчас, наверное, не очень, но до, наверное, пандемии это было самым привлекательным туристическим объектом. То есть и Казань здесь вот выигрывала абсолютно, потому что имела аквапарк. То есть очень многие туры в Казань, тур выходного дня, он сохранялся таким образом, что в субботу мы идем в аквапарк, дети отдыхают, а в воскресенье с утра мы едем на шоппинг в Мегу. Да, потому что тогда была еще и Ки, да. То есть вот таким образом, да, то есть был такой классический маршрут, развлекательный. Научный, научный. Да, то есть физический, физический разведка, которая привлекает на его руку. Ну, согласна, да, то есть он в большей степени носит такой, ну, достаточно такой, ну, как сказать, индивидуальный и четко, скажем, ориентированный на определенную группу интересующихся людей. Но если правильно рассказать и подать, да, то есть содержание этого раздела и представить, что да, когда-то вот здесь было Казанское море, и здесь вот этот вот геологический разрез, да, то есть назван именно в честь, да, то есть там есть казанский ярус, там есть татарский ярус. И почему он назван именно так, а не иначе? Потому что это эталон по сравнению со всеми другими видами отложений. По этим видам отложений, которые есть у нас, изучаются все другие в мире и сравниваются. Да, вот. Ну и так далее. Но при этом вот на сегодняшний день ставка делается на развитие загородного и экологического туризма. Да, то есть все мы с вами жители мегаполиса, и количество городских жителей, оно неуклонно возрастает. И преимущество экологического и загородного туризма в том, что он круглогодичный. И он, вы, это тур выходного дня. То есть если мы отпуск планируем, ну, как правило, да, то есть там за полгода или там как отпуск закончился, мы уже сразу думаем, а вот в следующий отпуск я поеду туда-то, там и туда-то, да, то вот развитие, то есть экологические дестинации, они у нас, как правило, находятся в доступности 2-3 часа из данной автомобиля. Да, то есть и в этом плане это очень, скажем, такой вот ресурс для развития туризма, который позволяет гармонично развивать практически всю территорию, не делая определенную ставку на вот исключительно, скажем, только Казань, да, то есть или только Свияжск. Вот. Но на сегодняшний день самым масштабным проектом, я хочу сказать, является туристический кластер Лаишева. Да, то есть вот не так давно, по-моему, на прошлой неделе была его колоссальная презентация. Целый год о нем говорили. Проект, который был представлен, он изначально оценивался в 35 миллиардов рублей, но на сегодняшний день сошлись где-то на 16,1. Так вот, что предлагается, и, да, то есть вот если у нас в Татарстане вот этот вот колоссальный кластер, который, наверное, качественно изменит развитие туризма в республике и несколько, скажем так, изменит его траекторию. Для многих регионов Средины России многие считают, что раз у нас нет моря, то о развитии массового туризма вообще говорить не приходится. Но вы знаете, да, то есть когда презентовали программу развития туризма в Татарстане, президент у нас сказал, ну раз у нас нет моря, тогда нужно сделать море удовольствия. То есть такое было, по-моему, еще в 2018 году. Ну и вот с этого момента это было таким посылом. И на сегодняшний день вот уже между госкорпорацией, туризм РФ и правительством Республики Татарстан подписано соглашение о начале строительства. В течение трех лет тоже будет построить вот этот вот туристический кластер, который тематически будет поделен на три зоны. Зона застройки, зона перспективной застройки там и так далее. Будет находиться он в двух километрах от Лаишева и рассчитан на прием 650 тысяч туристов ежегодно. То есть и главное преимущество того, что это будет первый грандиозный проект, вообще реализуемый в России за последние 30 лет. Будет он ориентирован на яхтенный туризм, то есть на маломерные суда и создание, по сути, наверное, единственной на Волге, пока на сегодняшний день, это марины. То есть там, куда будут заходить яхты, куда будут заходить лодки, где их можно будет оставить на охранение или где можно приехать и взять на прокат и покататься по этому Камскому морю с инструктором и так далее. Здесь будут расположены и построены трехзвездочные гостиницы общей вместимостью, не помню точно, но по-моему, 1250 мест. Будет один четырехзвездочный отель, безусловно, будут рестораны, будут разные зоны отдыха. Вообще предусмотрено до 40 активити вот этих, скажем, каких-то локаций, то есть где можно будет заниматься разными или различными какими-то вещами. То есть будут возможности для того, чтобы здесь отдыхали дети, да, то есть чтобы, да, или какие-то, скажем, игры даже, или не игры, а обучающие программы там и так далее, и так далее. Вот, ну, здесь можно возразить и кто-то скажет, что это такой вот проект только, скажем, для обеспеченных людей. На самом деле, конечно, это не так, да, то есть здесь есть возможность проката этих самых яхт, лодок там и так далее, потому что содержать яхту, конечно, это дорого, да, то есть мы на ней катаемся или там ходим два месяца в году, а все остальное она у нас стоит в ангаре. Вот, поэтому, да, то есть многие, конечно, ну, не решаются на это вложение совершенно, скажем, неэффективное, ну, на мой взгляд, ну, не будем личности переходить в такой вот взгляд. Но вот здесь нужно заметить, что данный проект, если он через три года действительно заработает, это будет, наверное, самым таким вот на сегодняшний день посещаемым регионом или местом для Татарстана. Ну, и на кого мы ориентируемся? Конечно, мы хотим, чтобы к нам приезжали иностранные гости, вот, и здесь произошло смещение, ну, как всего сейчас, да, то есть на восток. И вот страны Персидского залива устанавливаются, страны, и здесь преимущество для Татарстана, опять же, это регион с тюркоязычным населением, и можно позиционировать себя как лояльный родственный регион для стран Персидского залива, да, то есть для стран той же самой Средней Азии, Узбекистана, Казахстана там и так далее. Вот, безусловно, это Китай, это Индия, и вот сейчас хочу сказать, что уже есть и запущена чартерная программа прямых вылетов с Ираном. Раз в неделю будет летать самолет, да, то есть вот Казань-Тегеран. Нет, это просто будет регулярный рейс, пока это регулярный рейс. Нет, туров нет, вряд ли они будут в ближайшем будущем, потому что любой туроператор, любой директор компании, он, конечно, да, то есть будет работать для того, чтобы получить прибыль, да, то есть для того, чтобы получить прибыль, вам нужно, чтобы ваша группа как минимум собиралась раз в две недели. Вот. Кто-то собирается летать в Иран. В Иран, да, наверное, кто-то рискнет. Хотя древняя Персия согласна, да, вот. Но пока есть серьезные пока еще там ограничения в визовой политике, то есть это не так, как в Турцию, взяли чемодан и полетели. Там нужно, да, то есть вот. Поэтому в итоге что можно сказать, да, то есть вот перспективные направления, безусловно, это развитие санаторно-курортного комплекса, в частности, вот, да, да, то есть это СПА-комплекс будет тоже очень большой, да, то есть и различные направления в этом лаишевском туристическом кластере. Причем развитие туризма не фокусируется только на Казани, да, то есть здесь у нас есть и другие регионы, да, то есть это и, вот, вы знаете, наверное, да, что не так давно, ну, не то что давно в Татарстане, ой, не в Татарстане, в России был объявлен проект о выборе дерева-символа для Российской Федерации. Там участвовали кедр там и так далее, и вот одним из претендентов было как раз, было дерево из Тетюшского района Долгая Поляна, возраст которой, по-моему, там ель, 130 лет, ну, мы пока участвуем в конкурсе среди вот этих номинантов. Кто победит, неизвестно, но почему бы и нет, да, то есть вот есть такой момент. Поэтому развивается, что? Да, то есть это Долгая Поляна, это же объект, да, то есть ООПТ, да, то есть очень охраняемый, известный объект, и развитие туризма в Тетюшек, как раз вот оно как-то вот крутится вокруг этого. Все упирается в инфраструктуру, да, то есть, ну, и, конечно же, развитие событийного туризма, да, то есть чем больше у нас с вами событий, праздников, тем больше к нам будет приезжать туристов. Вот все, что я вам хотела сегодня рассказать. Редактор субтитров А.Семкин